Добрый вечер! Сегодня среда, 7 часов вечера. На Щелокском телевидении диалог о православе мы в прямом эфире. И вы вместе со мной можете задавать свои вопросы о священнику Русской Православной Церкви. Гость нашей студии – настоятельник Олберликовского монастыря, игумен Евмений. Ясмин, добрый вечер! Добрый вечер! Пока люди собираются с мысли, может быть, кто-то захочет задать вопрос, а мы с вами по доброй традиции начинаем с чтения отрывка Евангелия. Того отрывка, который будет читаться на воскресном богослужении. Мы с вами на русском языке читаем. Ну, а люди послушают, и кому-то будет понятно, наверное, да? Итак, Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 35 по 43. Послушаем Евангелие. Когда же подходил он к Ирихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Какие предваряющие события? Откуда, куда шел Господь? Ну, мы видим, что Господь, Он не находится на одном месте. Он постоянно двигается по всей Палестине, по всему государству израильскому. Он так и говорит, мне должно идти далее, чтобы проповедовать народу израильскому Царство Небесное и спасение. И, конечно же, в этот евангельский момент он шел в Иерусалим, поднимался в Иерусалим, потому что город Иерихон находится в низине. Это где-то 400 метров ниже уровня моря. Такая как бы расщельна в земле, в которой еще протекает Иордан. И вот там город этот устроен. За счет этого там особый климат, очень жаркий климат. А, ну, представляете, даже просто на 400 метров подняться, а тем более еще и Иерусалим на горах находится. То есть он поднимался в гору и шел в Иерусалим в этот момент, как раз уже приближаясь к своим крестным страданиям, мучениям, кончине и воскресению, естественно. Поэтому здесь за ним шла большая толпа людей, как и везде его сопровождавшие. До 5000, мы считаем, в некоторых местах его окружало людей единовременно. И здесь, наверное, такой же был поток людей. Почему вот и удивился этот слепой, на слух определивший, что мимо него что-то такое происходит необыкновенное, потому что такого потока людей на этой дороге, наверное, никогда не было, чтобы одновременно шло там несколько тысяч человек мимо него. Он поэтому и стал спрашивать, и потом, наверное, он все-таки узнал, кто такой Иисус, и, естественно, стал взывать. То есть Господь шел на свои крестные страдания, и вот здесь по пути в Иерусалим он исцелил еще одного человека. Их сотни, если не тысячи были исцеленных и воскрешенных, и от проказы, и от беснований, и от прочих болезней, расслабленности жилами, и прочего-прочего, от немощей других, сухоруких, кого он только не исцелял, ну вот здесь мы читаем о слепом человеке, которого он исцелил. Каждое событие, оно для нас какой-то урок, да? И в то время, наверное, тоже для апостолов урок. Для чего Господь совершил это чудо, да? То есть какие-то, наверное, были предваряющие события, для чего он и совершил все? Ну, конечно же, Господь в любом случае свою проповедь сопровождал чудесами и исцелениями. Почему? Потому что народ, наверное, в большинстве случаев приходит к Богу для того, чтобы от чего-то убежать, от каких-то проблем, от каких-то бед, от каких-то невзгод, болезней в том числе. И, зная нашу немощи, человеческие немощи, Господь это и делал. Тем более, что в пророческих книгах написано о нем, что он возьмет на себя немощи людские и исцелит многих. Здесь мы видим совершение пророчеств в этих исцелениях, в том числе и в этом исцелении. И, естественно, через это распространялась слава о нем, которая еще больше привлекала народа к нему, для того, чтобы он мог им сказать слова истины о спасении души, о Царстве Небесном, о покаянии. То есть все то, что мы в Евангелии, собственно, и читаем. Но мы читаем это по нашему, так сказать, интересу к этой теме. А к нему много людей приходило. Кто-то из любопытства, просто поглазеть, что называется, и увидеть чудо. Как тот же самый Ирод сказал, покажи мне вот чудо. Или Пилат. А многие приходили именно из-за своих бед. Вот здесь мы видим то же самое. То есть это все привлекало к нему людей, которые в дальнейшем шли за ним, спасая свою душу. То есть начало – это телесное спасение от скорби и болезни, а конечная цель везде и всюду – это спасение души человеческой, к чему Господь и подводил всех, в том числе и этого слепого человека. Ну, и, наверное, тоже не случайно, да, чтобы показать веру. Потому что ведь накануне, да, там он много проповедовал, и в частности, там был такой случай, когда вдова, да, просила судью защитить ее. И она докучала, докучала, там, говорили, ну, пусть она отстанет. А он говорит, ну, что же она за мной все ходит-ходит, помогу ей, да. И Господь что сказал? Вот когда Господь придет, найдет ли веру на земле, да. И здесь он, наверное, тоже показывает веру. Ну, вообще, с ним же везде и всюду шли ученики его, апостолы. И, конечно же, все эти события были направлены и на них, на их воспитание, на их укрепление. И мы читаем в другом месте, что сами апостолы просят умножь в нас веру. Конечно же, вера без дел мертва, и сколько бы Господь ни говорил о тайнах Царства Небесного, но если бы он не подтверждал это какими-то вот такими делами, чудесами, естественно, вера бы, наверное, не была такой твердой веры у апостолов. И мы видим, что после его кончина они, можно сказать, все равно, даже будучи перед этим верующими и видевшими множество чудес, и хождение по воде, и воскрешение четверодневного Лазаря и прочие удивительные чудеса, все равно они разуверились в какой-то степени и боялись, и плакали, и даже не понимали, что он должен воскреснуть. Вот настолько у них ослабла вера в искушениях. Да, и Господь им говорит, да, и в Евангелии без знаний они не понимают вообще, о чем идет речь. Да, он говорит им, я вот иду на страдания, на мучения, а тут подходит мать Иакова и Анна, говорит, а можно, вот я попрошу тебя кое о чем, к Господу обращаясь, он говорит, ну попроси. Она говорит, а можно, когда ты будешь царем, вот пускай мои два сына сядут слева и справа от тебя в царстве. Она-то думала, что это царство земное, да, поэтому Господь видит, ей отвечает, ты не понимаешь, о чем ты просишь, и могут ли они понести то крещение, которым я буду креститься. Вот все это также как бы раскрытие тайн Божьей славы, Божьих чудес происходит через вот эти вот различные моменты, беседы, притчи, исцеления, чудеса и прочее. То есть каждый такой вот, казалось бы, случайный, да, мимоходящий, да, он мимо шел просто этого слепого. Случайное, казалось бы, событие являлось не случайным, и Господь это все выстраивал в такую цепочку, как бы книги своей жизни в цепочку ситуаций и событий, которые дали потом апостолам твердую веру, и в дальнейшем они укрепились также, благодатью Духа Святого, стали точно так же творить чудеса. Ну и для нас, да, то, что вот, наверное, не случайно, да, Господь, как вы сказали, что он шел мимо, то есть он не в пункте назначения, где там его ждали, что-то там, да, исцелял, а то есть он мимо шел, и вот по дороге все это совершилось. То есть для нас, наверное, чтобы время не теряли, чтобы вот все не праздно было. Ну, ну да, что, во-первых, первое, что случайности не бывает, да, вот не случайно этот слепец там сидел, он мог на это время отойти в сторону, или вообще заболеть и не быть на паперте, то есть не просить там милости у него в этот день, или еще что-то с ним случилось бы, или он просто не услышал бы, или какие-то другие бы события, там, люди его просто сказали, замолчи, и он, испугавшись их, замолчал бы. То есть множество могло бы произойти событий, но, тем не менее, случайностей не бывает, и Господь, зная, что он там сидит, как в случае с Закхеем Матарем, который залез на дерево, да, чтобы увидеть Господа, маленьким был рост, как раз в Иерихоне это все происходило. Господь, подойдя к этому дереву, уже заблаговеренно, зная, что там сидит Закхей, и он говорит, слезай, я должен сегодня быть у тебя в доме. Вот эти все, казалось бы, случайные события, они не случайны, если смотреть на их цепочку, последовательность. И мы видим, что и этот случай со слепым, он также не случайен, и в этой ситуации решилась судьба человека слепого абсолютно, который не мог себя ни кормить, ни содержать, только вот милость у него, когда он просто надеялся на доброту людскую, и через это имел хоть какое-то минимальное пропитание, но Господь его исцелил. И, естественно, если бы не было внутреннего его определенного устроения у этого человека, то не было бы этого события, потому что если бы не было в нем веры, он бы не кричал. Если бы не было у него обстоятельств такой трудной жизни, то он бы не находился бы там, на этом месте, если бы он был зрячим. Но его слепота и вера привели его к Богу, и это его потом ввело в Царство Невестное, потому что по окончании мы читаем, что и прозрев, он последовал за ним. Это тоже очень глубокая фраза, она простая, но в ней большой смысл содержится. Ну и для нас, наверное, урок, что мы ценили наше время, ценили нашу жизнь, и все в этом мире проходит, даже те же евангельские события, они тоже все проходило, то есть Господь не каждый раз приходит, распинается за нас, и все произошло, то есть Господь единожды родился, единожды проходил. Так же в нашей жизни, наверное, все происходит, и нужно этот момент поймать. Мы живем, да, действительно, в текущей реке времени, которая движется, и как кто-то из восточных философов сказал, что в одну и ту же реку дважды не войдешь. Мы также меняемся, меняется вокруг нас обстоятельство жизни, меняется ситуация с другими людьми, они тоже меняются, и поэтому вот это все изменяющееся во времени событие, они нас сподвигают к тому, чтобы мы ценили это все, потому что уже не повторится, ну, наше детство не повторится, наша юность, наши школьные годы или там студенческие, уже все, это мы прошли. Даже начало передачи у нас уже все прошло. Уже, да, оно прошло, мы уже двигаемся дальше. И поэтому нужно каждым моментом времени его ценить, не упускать, ну, и в праздности не проводить время. А то есть даже такая фраза мирская, как бы время провести, а то что-то времени много, чем заниматься, не знаю. Убить. Как бы убить время, да. Вот страшная фраза, потому что здесь я его сейчас убью, а потом, может быть, его мне как раз и не хватит там в какой-то момент в моей жизни для того, чтобы сделать что-то очень важное, нужное, необходимое и для себя, и для близких. Поэтому цените время, используйте его, и даже какие бы даже случайные ситуации в вашей жизни не происходили, например, там, милости никто-то просит, а вы мимо проходите, ну, дайте там копеечку, от вас не требуется там ему сдавать там больших сумм. Но вы уже этот вот момент времени, который мимоходящий мгновенно... Душа просит помолиться, помолись. Если да, если нет, ну, просто там попроси Господа помочь этому человеку. Ты в любом случае тогда будешь в этот момент времени деятельным. То есть ты что-то будешь делать. Либо ты подашь милостыню, проявишь свое милосердие, либо ты помолишься, проявишь свое милосердие, либо ты словом поддерживаешь человека, либо взглядом, либо просто выслушав его, уже его поддерживаешь. То есть мы должны быть деятельны всегда. Бодрствуйте, как Господь говорит нам в другом месте Евангелия. Для чего бодрствуйте? Для того, чтобы время не шло. Потому что когда человек спит... Бодрствуйте и молитесь. Да, да. Потому что когда человек спит, время пролетает мимо очень быстро, и он ничего не делает. А вот когда бодрствует, тогда он может произвести очень много дел. В этом плане можно брать пример с огромного количества людей, в том числе и апостолов, и в том числе и пророков, и каких-то святых, угодников Божиих. Как они время проводили в непрестанной молитве, в каких-то непрестанных подвигах. Хотя их никто не заставлял. То есть они жили в пустыне. Какой-нибудь Антоний Великий или кто-то там... Семен Столпник. Сегодня затворник Иринар Хростовский. Иринар Хростовский, да. Он вообще там закрылся и вериги на себе носил. Или там равнопостольная Нина. Вот кто ее заставлял идти в Грузию проповедовать. Она хорошо жила себе, у себя дома. Все у нее было, все нормально. Ее память завтра, да? Завтра память, да, равнопостольная Нина. Потому что всех Нин поздравляем. Да, да. И с прошедшим всех Татьян также поздравляем. Татьянин день был у нас. Вторник. Значит, мы можем с них брать пример. Вот как, повторюсь, равнопостольная Нина, она потратила всю свою жизнь на проповедь Евангелия в неизвестной для нее стране Грузии. И смотрите, до сих пор грузины ее почитают, помнят, молятся ей. И благодарность за то, что она им проповедовала христианство. То есть с нее они стали из язычников христианами. У нас точно так же, к сожалению, такие незаслужно забытые имена там преподобного мученика Кукши, да, Киево-Печерского насельника, который также проповедовал в наших местах, еще среди вятичей, языческих племен вятичей, которые ему, и мы в том числе, как потомки их, должны быть им благодарны, ему запробовать христианство здесь. Потому что Русь крестил, конечно же, князь Владимир, он крестил Киевскую Русь, а здесь он не дошел с крещением. И здесь мы должны быть благодарны Кукше Киево-Печерскому, который от Брянска до Суздаля крестил вот этот огромный такой... Ну, Московия, как тогда он назывался, и сейчас можно там Московской губернией назвать или еще другие губернии сюда подтянуть, потому что вятичи очень большое племя, большое место занимало. Он потратил всю жизнь на то, чтобы проповедовать и привести к христианству своих сородичей, он сам был вятич Кукша. И в конце концов был убит за это жрецами, но то, что он посеял семена, они взошли, и вот мы сейчас продолжаем проповедовать христианство, живем в православной стране, и это ему благодарность. Поэтому тратить время на бессмыслицу, убивать время на какую-то ерунду, конечно же, очень жалко, и на это смотреть, и очень опасно, потому что, может быть, как раз чего-то этого и не хватит в конце жизни. А что вообще такое время? Время, откуда появились дни, часы, месяцы? Ну, если брать физический смысл, то это, конечно же, одна из физических величин этого мира, которая вместе с пространственными величинами, то есть длина, ширина, высота, время, она состоит как бы основополагающее, такое вот мировое пространственно-временное континуум, как это называют физики, то, в чем мы существуем. Ну, а если брать церковные моменты, откуда же это взялось, то мы читаем в Библии при сотворении мира Господь сотворил небо и землю, и различные светила на небе поставил Господь, словом своим сотворив, для того, чтобы они отмеряли дни, месяцы и годы для тех, кто живет на земле. То есть в Рим появилось сотворение этого мира из появления человека, да? Для животных время не столь важно, хотя тоже, конечно, есть и для них важность этого момента, но для человека время важно особенно, потому что вне времени мы не умеем жить, пока мы в этом мире находимся. И, конечно же, вот отсчет этого времени, он дает нам очень множество необходимых для нас информационных моментов, потому что мы тогда можем синхронизироваться друг с другом. То есть мы встречаемся там в пять вечера там-то, или там в три часа дня давайте созвонимся. То есть синхронизация наших действий. Без времени это невозможно. Господь находится вне времени. Да, вот удивительно, когда начинаешь размышлять, как мы живем, вот мы не можем себя даже представить, как это жить без времени. Хотя после смерти мы будем жить уже вне времени, в бесконечном таком состоянии вне времени. Так вот Господь, Он существует вне времени всегда. То есть Он одновременно существует и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. То есть Он видит сразу все. И мы еще не помолились, а Он уже знает, что мы помолимся. И мы еще не родились, а Он уже знает, что мы родимся. То есть это удивительная вещь, которая нам дана в аксиоматике, такой православной веры. То есть мы это принимаем на веру, ну как там, дважды два четыре, или там параллельные прямые не пересекаются. Это вот мы просто аксиомы математические. А здесь аксиомы жизненные, вот православной церкви, мы воспринимаем именно так, что Господь вне времени, поэтому Он знает и начало, и конец. Он так и говорит, я и альфа, и омега. Начало и конец. То есть мы в этом плане имеем твердое упование на то, что все, что Господь совершает, Он совершает это премудро, с любовью, и не случайно, а совершенно четко, ясно понимает, что к чему идет, и какие последствия, и что будет в конечном итоге. Почему мы знаем, что даже если Господь выпускает какие-то грехи совершаться, то их Он также преобразует на пользу. Ну, например, как грех Иуды, предательство, Он преобразовал для спасения всего человечества. Удивительным образом предательство Господа послужило спасением всего человечества. Это тоже во времени происходило, но Господь был вне времени, и это было еще до сотворения мира, на предвечном совете Святой Троицы решено, что Господь, Сын Божий, пострадает за человечество, и таким образом его спасет. Поэтому время оговаривается в Библии, и там есть и дни, и часы, и годы, и, ну, есть лунный календарь, есть и солнечный календарь, это все такие моменты, которые мы можем воспринимать, ну, как есть государственный, а есть церковный календарь. Они различаются, ну, в данное время на 13 дней различия между ними, а в Ветхом Завете там мог быть даже целый месяц. Разница, потому что лунный календарь, он потихонечку набирал часы, минуты в течение годов, и приходилось добавлять иногда месяц, чтобы состыковать его с государственным календарем. Ну, и, конечно же, по государственному календарю совершались какие-то события в государстве израильском, а по церковному календарю совершались события в Церкви Ветхозаветной, что потом перешло и к нам. До сих пор, да? Вот у нас, например, идет там, бегущая седьмница, вот сейчас 32-я, по Пятидесятнице, да? Да, да. То есть такой отсчет раньше вот был. Мы как все взяли от Византийской Церкви, от Римской Церкви, а та взяла от Ветхозаветной Церкви все счисления, даже до сих пор читаются часы третьей, шестой, девятой, первой. То есть сутки делятся на 12 часов дня и 12 часов ночи, а те разделяются на трехчасия. То есть мы, если день брать, то восход солнца – это ноль, а закат солнца – это 12. Соответственно, третий час – это 9, шестой – 12, девятый – три часа, ну и первый час опять уже закат или восход солнца. То есть мы и сейчас этим пользуемся в церковном календаре. Ну, так же и годовщина, если Новый год у нас празднуется в сентябре, так же он праздновался и в Ветхом Завете. А Пасха, она плавающая, она привязана к лунному календарю. Как и у иудеев, единственное, что наша Пасха, она всегда после Пасхи иудейской происходит, потому что в Евангелии так вот текстом все написано. Сначала они на Тайный вечер съели пасхальную трапезу, а потом его распяли, и он воскрес Господь. Соответственно, Пасха православная происходит после Пасхи иудейской. Это тоже евангельские события, которые не должны быть нарушены. Кстати, у католиков в связи с изменением календаря одним из пап римских, просто вот таким условным изменением, у них иногда Пасхи происходит до Пасхи иудейской, и это нарушение Евангелия уже. Это вот такая ошибка. Ну, появление недели тоже, да, даже когда в Ветхом Завете апатуты, как говорится. Седмицы, да, они также взяты из Ветхого Завета, то есть семи днев. Есть там седмины Данииловы, когда он там на седмины делит не только дни недели. И мы видим, что сам Господь в семи днях сотворил весь мир, седьмой день он почил, субботу. Суббота – это покой в переводе. Это только когда воскрес Христос, у нас последний день недели стал, передвинулся на первый день, то есть он стал воскресенье, потому что воскрес Господь в первый день после субботы. Стал воскрес, воскресенье. Поэтому мы сдвинули, у нас как бы и суббота осталась, но она не столь важна теперь. Теперь у нас воскресенье более важно, потому что в нем уже вечность и воскресенье человечества, запрограммированы, скажем так, Богом, заложены своим воскресеньем. А субботний день, он происходит из ветхозаветной части Библии. Мы видим, что шесть дней Господь сотворял весь мир, седьмой день почил. И также мы по этим же семи дням и распределяем свой жизненный цикл. Из этих седмин, из недель состоят наши месяцы, которые также разделены на седмины. И если брать какие-то события жизни, государственные или церковные, то там тоже можно найти седмины определенные, которые это уже более сложная тема, сложный разговор. Но, тем не менее, там тоже можно проследить это все. Потому что, например, Данил Пророк сказал, что определенное седмин количество придет Мессия Христос. То есть он заранее предсказал, что через определенное время, заложенное в его седминах Даниловых, пришествие Мессии Христа. Собственно, о котором мы сейчас и говорим. Уже как о пришедшем. Восприятие времени. Это такое субъективное наше ощущение, да? Потому что многие говорят, вот, как-то время стало быстро идти. Даже вот есть такая вера, что раньше, наверное, монахи на Афоне, они одно и то же количество молитв успели прочитывать, сейчас они их не успевают. Сейчас время быстрее бежит, или это мы стареем, нам так кажется? Ну, мы читаем в евангельском повествовании, что Господь сократит время, да, чтобы спаслись избранные. Сократит то время. С одной стороны, это может быть понимаемо... Количество, да. Как количество может быть сокращено, а может быть и как качество времени тоже может быть сокращено. Мы не знаем, что Господь в эти слова вкладывал, какой смысл. А может быть и то, и другое. По крайней мере, есть субъективные такие наблюдения, что там, где благочестивые жизни, ну, например, если на Славки приехать и пожить там в монастыре, то там ощущение, что ты там побудешь неделю, а как будто месяц прошел. Да? По событиям, по внутреннему состоянию души человеческой, по каким-то впечатлениям, количеству, размеру впечатлений, то как будто ты не неделю всего, а у тебя настолько перевернулось в душе все, что как будто месяц ты вот здесь жил. И наоборот, если приехать в Москву, где там грехи сплошные, то там день-два неделя пролетел, как один день. Очень быстро все происходит там, где грешно. Ну, и как бы, если смотреть еще с другой точки зрения на время его ощущения, что есть время внешнее, есть время внутреннее. Даже есть возраст у человека, внешний возраст, ну, допустим, человеку там 10 лет или там 50 лет, а есть внутренний возраст человека. И некоторым людям можно так сказать, да ты не позрослел, как был там 15-летний, так и остался. Что-то нет взросления в тебе. А если наоборот, человек там 20-летний, а у него мудрости и вот внутреннего такого взрослого состояния ответственного столько, что как и 50-летний иногда не имеет. Ну, например, Александр Невский, да, он в молодые годы совершил такие подвиги, которые многие не совершали там в 40-летнем возрасте. То есть вот это внутреннее течение времени, взросления человека, оно тоже зависит от благочестия, от того, что человек все-таки живет с благодатью Духа Святого. Ну и если уж совсем брать далеко, то если человек достиг, нашел Царство Небесное внутри себя, то он уже в вечности живет внутри себя. То есть чем более благочестиво человек живет, тем больше он внутри приближается к вечности, хотя внешне еще живет вот здесь, в этом скоротекущем времени. А внутри время все больше и больше замедляется его, потому что он все-таки с Господом все больше и больше соединяется, а Господь он вне времени. И чем больше человек соединяется с Богом, мы читаем в Евангелии, что тот, кто послушает Меня и сотворит слова Мои, к тому Я приду с Отцом Моим и с Духом Святым и сотворю у Него обитель. То есть Господь может поселиться вообще в душе человека. И вместе с тем, как Господь поселится в душе человеческой, там поселится и вечность. То есть внутри время вообще остановится, человек станет вечным, живя в этом мире. Ну да, мы даже на примере святых видим, которые видят, как они прозорливы, прошлое, будущее. И даже один из пророков тоже останавливал солнце на 10 дней. Да, мне недавно читалось такое интересное очень повествование. Забыл, как звали святого, угодника Божий. Он также был подвижником, монашествующим. И как-то вышел из монастыря, пошел помолиться просто в лесу, сел и размышлял о том, ну как можно в Царстве Небесном вечно пребывать. Ведь все наскучивает человеку. Человек настолько капризный, что ему нужно постоянно смену каких-то событий, смену имен. Ну как можно вечно слушать птичек, например, райских? Это же невозможно. Или пение ангельское. И тут ему открылось, какое-то удивительное такое вот откровение было ему. Ему стали петь птицы райские. Он поразился, умилился, слушал их, пока они не закончили петь. Они закончили петь, он возвращается в монастырь, но что-то видит, что все лица поменялись, никого нету из тех, кого он знал в монастыре. Он начинает спрашивать, а где такой отец, а где такой, а кто настоятель сейчас? А что в итоге всего этого привели его к настоятелю, тот стал разбираться, и оказывается, прошло 300 лет, пока он слушал этой птичек, миг для него, прошло в земной жизни 300 лет. И действительно записи были, что такой-то монах, тебя так зовут, так, да, вот, а, так есть, отец записи. Ты исчез, вот ушел из монастыря и не вернулся вот в таком-то году, вот таком-то, так сказать, месяце. Так вот он я. Ну вот, вот такая есть информация. Или те отрики, которые в пещере были завалены, молились, и потом тоже прошло, по-моему, 300 лет, когда они вышли из пещеры, прошли гонения, они спрятались от гонителей, убивавших церковь, пришли в свой город, говорят, ну как, гонители-то ушли, там все новые люди какие-то, им не знакомые. Какие гонители? Уже 300 лет никаких гонений нет. Стали спрашивать, а это как раз дети, которые, отрики, которые 300 лет назад вошли в пещеру, помолились, заснули и проснулись через 300 лет. То есть совершенно по-другому движение времени происходит для человека с Богом, находящегося. Это вот можно еще массу таких случаев привести, которые свидетельствуют нам о таких событиях внутри. Да и как свидетельство говорит, что мы тоже можем почувствовать, что вне времени, вне времени это молитва. Когда человек начинает молиться, он тоже забывает обо всем, для него время как останавливается. Ну, действительно, да. Для человека, который, ну чтобы уж таких чудес как бы не говорить, вот просто прийти на службу и глубоко начните молиться. И служба пройдет просто как один миг. Как быстро служба прошла, даже незаметно как-то она раз, промелькнула. А если ты не молишься, а вот только мучаешься, думаешь, там еще вот это надо сделать, а что-то служба так долго тянется, ты измучаешься, когда же эта служба пройдет. То есть у тебя внутреннее время тянется настолько длительно, потому что ты не в молитве, ты не с Богом, ты в суете, хотя и в храме стоишь, но ты не имеешь благодатного состояния души, не соединился с Господом, и поэтому время движется внутри совершенно по-другому, иначе. Поэтому если мы хотим внутри себя время хотя бы замедлить, ну почаще ходите в храм и ездите по святым местам, вы сами увидите, насколько это действенно. По крайней мере, вот я на себе испытывал такое внутреннее, конечно, можно его назвать субъективное впечатление, но на Соловках или там в Иерусалиме, когда я был, время действительно растягивается, и в одном дне столько событий происходит, что потом их на неделю, а то и на две хватает размышлять и осмысливать. Это всё реально каждому испытать на себе. Вернёмся мы к нашей притче. Вот евангелист Лука нам говорит о том, что Господь, когда шёл в Иерихон, он исцелил слепого. Есть у других евангелистов тоже моменты. Один из них, Марк, наверное, я уже сейчас не помню кто, что Господь исцелил при выходе из города Иерихон двух слепцов. То есть это одна и та же история или это разные? Разные, конечно, истории, потому что слепых было всегда много. И они в те времена, единственный заработок у них это было попрошайничество, милости они просили. Естественно, Господь, если они просили, Он не мог мимо них пройти, и каждому давал то, что они просили, то есть зрение. Например, о том, что сейчас его звали Вартимей Сантимеев. Он вообще родился слепорождённым, то есть у него даже яблоков не было глазных. И его Господь, если здесь он просто сказал «прозри», и он прозрел, то там ему пришлось сделать плюновение, брение, то есть он плюнул на землю и помазал этим вот смесью, так сказать, пыли и слюны, помазал ему глаза, потом сказал «иди умойся» в селамской купели, или «прозри», что ли. То есть там более такой длинный процесс шёл. И потом его вызывали там фарисеи, садукеи, спрашивали в Артемея, кто тебя исцелил. Он сначала не знал, кто, а потом встретил его спасителя в Иерусалиме, потом сказал, что это вот он. Был вопрос его родителей, ваш ли это сын, и действительно он был рождён слепорождённым. То есть там больше подробностей не так, как вот в этой ситуации. Поэтому я считаю, что это совершенно другие слепые. А связано ли то, что мы читаем тот же Ирихон, тоже в притче другой, когда про милосердного сморянина, то есть там разбойники орудовали вокруг этого города. Есть ли какая-то связь на то, что тут слепцы было, много больных, и там разбойники орудовали? То есть город такой был? Ну, в те времена, конечно же, как и сейчас есть воры и грабители, и тогда были воры и грабители. И, конечно же, так как эта дорога была, ну, пожалуй, единственной торговой дорогой от Ирихона к Иерусалиму и дальше на север Израиля, то, естественно, на ней орудовали шайки воров, в том числе и убийцы. И мы даже, есть там притча о том, что вот праведный сморянин, когда увидел лежащего, избитого человека, ограбленного, он не прошел мимо, он ему подобрал, помог ему, посадил на своего осла, довез до гостиницы, оплатил гостиннику, чтобы он за ним ухаживал, а там священник и левит мимо прошли. То есть это все вот здесь же происходило, на этой же дороге. И, конечно же, в этом тоже есть определенный смысл. Мы видим, что разные люди для разного живут, что по-разному тратят время своей жизни. Кто-то на борьбу с тяготами, кто-то на вот такое грабительство, воровство, кто-то на молитву. Но из этого мы складываем то впечатление, какому же пути нам следовать. И здесь Господь, конечно же, указывает нам истинный путь. Для этого Он, собственно, и пришел в этот мир, чтобы призвать всех. И грабителей, и воров, и левитов, и фарисеев, и священников, и слепых, и прокаженных. Всех призвать на тот путь, чтобы следовали за Ним. Тогда это приведет, конечно же, к положительному результату. А если люди будут упрямиться и оставаться на своем, то сами будут пенять на себя. Ну, судя этой притчи, наверное, слепцы, наверное, все мы относимся. Почему Господь не других, а именно слепца увидел? Наверняка, что там было много коллег. Ну, коллег много, да, было. И в других местах Он и на сухоруких, и расслабленных жилами исцелял. Но, чтобы здесь связать такую канву событий этого кусочка Евангелия, мы вспоминаем, что Господь поднимался в Иерусалим. И если на нас это переложить, то мы тоже подниматься должны в Иерусалим. И мы начинаем со слепоты полной. Даже если братья Вартемея, то почему Господь плюнул на глаза ему? Чтобы водой в виде слюны, это же вода, как бы покрестить его. После этого он только прозрел. И точно так же и мы, когда мы начинаем прозревать, только когда крестимся в воде, от воды и Духа Святого рождаемся. Тогда мы прозреваем в соединении с Господом. И тогда начинаем следовать в Иерусалим, в Горний, то, что, собственно, в этой евангельской притче, в этом тексте евангельском показывается. Господь всех приглашает идти за собой в Горний Иерусалим из той низины, повторюсь, 400 метров ниже уровня моря, хотя она и плодородная, хотя там и сады, и огороды, и сейчас там огромное количество пальм растет, и финиковых, и бананы там, и чего там только нету. Но, тем не менее, Иерусалим, он все-таки горнее место, и все туда стремятся. По дальнейшей истории мы видим, что слепец искал Бога, хоть об этом не написано, но мы видим его веру дальнейшую. Даже впереди шедшие, говорили мы там, чтобы замолчать, почему они ему рот затыкали? Кто-то по своему неразумию, кто-то, побоявшись, что он же кричал «Сын Давидов», то есть он обращался к Спасителю как к Мессии, как к Христу, то есть он уже его проповедовал. Были в этой толпе люди, которые не веровали, что это Мессия, Христос, не веровали, что он сын Давида. Так они говорили, да он из Назарета, кто там из Назарета может быть, какой пророк может избрить из Назарета Галилейского. То есть масса людей в этой толпе, сопровождающей Спасителя, повторюсь, каждый по своей причине приходил. Кто-то был просто соглядатаем от первосвященников, фарисеев туда приставлен. Может быть, они как раз и кричали «Заткнись», там вот не надо ничего кричать, тем более называть его напрямую «Сыном Давидовом», то есть это царский род, а значит признавать его мессианство и называть его Христом. Конечно же, их это очень злило. Тех, кто боролся со Христом и с самого начала боролся, и так и довел эту свою борьбу до креста, распятия Христа на нем. То есть, я думаю, это все-таки те люди кричали и запрещали ему взывать ко Господу, которые боролись со Христом. Да, тем не менее, настойчиво продолжал просить. Несмотря ни на кого, человек был верующий, человек уже тогда веровал, что он действительно Христос, Сын Давидов. Да, и обычно Господь про исцеление часто, да, мы читаем страницы Евангелия, спрашивал, имеешь ли ты веру, веруешь ли у меня. А здесь он даже не спросил про веру. Ну да, если вспоминать исцеление бесноватого сына, когда отец привел к Христу, Господь говорит, веруешь ли ты? Он воскликнул, веруй, Господи, помоги, мы ему не верили, да. Вот отец воскликнул, и Господь исцелил бесноватого сына этого человека. А здесь он ничего не спросил, почему? Потому что само действие человека уже определяло его веру. Это как раз подтверждает те слова, что вера без дел мертва. То есть просто сказать, что я верующий, и ничем это не подтверждать, ни делом, ни словом, конечно же, это будет пустышка, просто сотрясение воздуха. Здесь, вопреки всем наветам, запрещениям, человек настоял на своем, и все-таки добился своего, хотя, будучи слепым, совершенно его могли ударить, его могли отбросить, ногой пнуть, еще что-то. То есть он ничего не побоялся, он все равно это продолжал делать, и добился своего. То есть здесь мы видим такое мужество и целеустремленность человека к тому, что он хочет от Господа. Да, то есть он хочет к Богу прийти, и его ничто не остановит. Да, вот эта молитва, да, «Сын Давидов, помилуй меня», это, наверное, получается, прообраз Иисусовой молитвы. Ну, мы сейчас так молимся, да, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, не Сыне Давида, а Сыне Божий, помилуй меня грешного». А что заключается в этом прошении «помилуй меня»? Ну, это слово происходит от слова «милости». «Дай мне милость свою», да, «помилуй», «милосердие прояви на мне грешном». И мы знаем, что Господь милосерден ко всякому его, к нему взывающему, просящему. Он так говорит, «Тот, кто призовет имя мое, тот спасен будет». Вот здесь этот слепец призвал имя Божие и был спасен от той болезни, которой он не смог с ней, так сказать, сам бороться. Соответственно, и каждый из нас со своей болезнью слепоты духовной, слепоты более страшной, чем телесная слепота, потому что не видеть этот мир – это как бы очень сложно и тяжело, потому что мы 90% информации черпаем через зрение о внешнем мире. А не видеть духовный мир – это еще больше, это даже не 90%, это тысячи, если не миллиарды процентов, которые мы можем познавать через духовное зрение, потому что насколько отличается мир плотской от мира духовного, насколько тот богаче, настолько и зрение более сильно духовное зрение. И поэтому, если мы не исцелим свое духовное зрение через такой же призыв ко Господу, Иисусу молитву, просьбу о милосердии, о помиловании, о спасении, о помощи в нашей слепоте духовной и болезненной страстности погибели, мы не спасемся и не увидим ничего. Конечно же, это то, к чему и сам Господь призывает и будет нам помогать в этом. И, конечно же, мы это должны делать обязательно. Почему Господь спрашивает слепца «Чего ты хочешь от меня?» Он же знал все, чего хочет. Ну, как я говорил, что Господь знает о нас еще до нашего рождения и о нашей молитве еще до того, как мы помолимся. Поэтому и здесь Господь, конечно же, знал, чего он хочет, этот слепец от него. Но для внешних людей, которые следовали за Христом, и для апостолов, естественно, Он это уточнил, чтобы человек сказал «Я хочу зрение». Вот получи зрение. Получи зрение. А то, если бы он просто мимо прошел и дал бы ему зрение, даже не поговорив с ним, просто потому что вдруг, вот как иногда, хотели прикоснуться к воскриллю Рис Господа и от этого исцелялись. Может быть, так же и здесь. Просто Господь незаметно прикоснулся, как-то кровотачивая женщина, незаметно прикоснулся и исцелилась. И здесь могло быть такое же незаметное прикосновение Господа, и он бы исцелился, и никто бы об этом не узнал. Но тогда бы и не уверовали многие, потому что через это чудо многие уверовали во Христа и последовали за Ним вплоть до смерти. То есть для веры других людей он его спросил. Подошел, спросил, выслушал, спросил, что ты хочешь. То есть утвердил всех окружающих, что вот человек, который меня искал, меня звал, и вот что я ему даю. То есть это для людей было сделано. Почему люди часто просят и не получают просимое? По либо маловерию, то есть человек тогда, когда просит, он должен не усомняться, как Петру, который попросил Господи, если это ты, скажи мне, чтобы я к тебе по воде пришел. Но усомнился и стал тонуть. Сначала пошел по воде, но стал тонуть. Либо по усомненности и маловерию, либо по тому, что мы просим чего-то нам неполезное совершенно. Это тоже наша ошибочная такая вещь. Мы часто считаем, что вот без этого жить не можем, а на самом деле, когда это получаем, мы как раз и не можем жить с этим. Вот здесь эти вещи надо четко определять и просить только то, что нам ко спасению нужно, а не какие-то мелочные какие-то вот такие вещи, без которых мы жили, живем и будем жить совершенно спокойно. Или может быть просто не время? Есть и такой, да, третий вариант ответа на этот вопрос, что Господь иногда временит с исполнением нашей просьбы, нашей молитвы, для того, чтобы посмотреть нашу веру, чтобы мы ее смогли проявить, твердость своей веры, мужество, достижение цели и таким образом получить еще больше от него похвалу и венцы за этот труд. У нас осталось всего 2 минуты, 2 минуты, да, и заключенную фразу, да, и он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, весь народ в виде этого сдал хвалу Богу. Какой финал такого путешествия? Финал его Царства Небесное, я думаю, все-таки Господь не просто так его исцелил и не просто так его дал мысль помолиться, ведь без помощи Божьей и мысли бы у этого слепого не было помолиться к нему. И все это было сделано только для спасения его и всех, кто участвовал в этой ситуации на дороге в Иерусалим. То есть Господь через него, может быть, еще многих людей привел в Царство Небесное. Единственный финал. Можно благодарить. Мы, конечно же, без Бога, как говорится, не до порога и, конечно же, без помощи Божьей мы не спасемся. Наше время завершается. Благодарю вас, отец Емин, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Проси Господи. До свидания. Да, на сегодня все. До свидания. Продолжение следует...